Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отдел надзорной деятельности и профилактическая работа по Ленинскому городскому округу информирует. За текущий период 2024 года на территории Ленинского городского округа произошло 88 пожаров. Погибло 5 человек, 4 человека получили травмы. Основным причинам возникновения пожаров за текущий период 2024 года послужили неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электросети или электрооборудования. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроботовые приборы, горящие газовые плитки, топящиеся печи, дачных домов и бань. Не поручайте наблюдеть за ними малолетним детям. Весетним пожароопасный период стоит обратить внимание. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности лежит на собственниках или пользователях имущества. В соответствии с пунктом 67 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 года, номер 1479, обязанность производить своевременный покос травы, уборку сухой растительности и мусора возложен на правообладателей земельных участков, будь это сельхозпредприятия или собственники дачных участков. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. Правильнее будет не сжигать сухую траву и мусор, а собирать ее для вывоза специализированной организацией в соответствии с договором. Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать элементарные правила. Своевременно очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травянист-растительности. Не выжигайте стерню, пожневные остатки, сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Не разводите костры на полях. Обустраивайте противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками путем выкоса травы и вспашки. Не загромождайте дороги, проезды и подъезды к водоисточникам, используемые для целей пожаротушения. Не используйте противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, подскладирование материалов, оборудования и тары для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений. Помните, предупредить пожар намного легче, чем потушить. Обезопасить свой дом от пожара, значит не подвергнуть риску собственной жизни и здоровью близких, не лишиться имущества. С вами был заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иван Кузьминов. Всего вам доброго, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok